Против меня работает прокуратура Парижа вместе с оболочкой Казахстана, называемой БТА-банк. Его нет, он просто название. Я не знаю, какое будет вынесено решение. Вчера суд состоялся, были баталии. Я хочу вам следующее сказать. Вот как ваш соотечественник, вы можете... Завтра во всех исторических книгах будет обязательно написано. Сидя во французских тюрьмах, когда меня пытались экстрадировать, я добился внесения поправок Конституции Франции, чтобы вы знали. Это приблизительно такого же уровня изменений были в судебной системе и Англии, чтобы вы понимали. То есть вы понимаете, масштабная какая борьба, какая атака была на меня, что в итоге я добился изменений поправок Конституции Франции. Вот такого рода шла борьба. Вот сейчас такая же ситуация. Меня заочно в 2017 году осудили и дали 20 лет тюрьмы. У меня есть и пожизненный срок в Казахстане. Я сейчас говорю про 20 лет. В Евросии мне дали заочно 15 лет. Но я сейчас говорю только об одном сроке, 20 лет. В июне 2017 года мне дали заочно в Казахстане 20 лет. Почему? Потому что в декабре, 8 декабря 2016 года я вышел из тюрьмы и заявил. Я вышел и я буду валить этот режим. Я этой борьбе посвятил свою жизнь и не успокоюсь до тех пор, пока не свалю режим. Что делать теперь Назарбаеву и вот дальше Такаеву? Они пытаются меня посадить, если не в Казахстане, то во Франции. В Казахстане они возбудили уголовные дела, заочно, между прочим. Меня они уведомили, мои адвокаты не участвовали, это незаконно. И дали мне заочно 20 лет. Теперь они радостно с этими делами прибежали во Францию. И вот видите, мы его осудили, давайте мы его посадим. Французы все это в корзину бросили. Это было в 2017 году. Затем французы им сказали, знаете, ваши коммерческие обвинения не работают. Ну а их лоббисты сказали, а придумайте какие-то уголовные дела. Они раз арестовали Токмади, решили меня обвинить в заказе на убийство. В общем, и это у них не прошло, и это у них не получается. Теперь, что они делают? Лоббировали, лоббировали, подписали многомиллиардные контракты, отобрали у меня политическое убежище, которое я здесь получил, в результате судебной борьбы, между прочим. Отобрали через два года и никак не могут депортировать. И теперь идет борьба, они требуют, чтобы против меня французское правосудие возбудило уголовные дела и меня осудили по обвинениям Казахстана. Чтобы вы знали, есть такое правило международное. Если тебя осудили в одной стране, с этим делом ты уже не можешь прийти в другую страну. И вот это беспрецедентный случай. Казахстан с такими обвинениями сунулся во Францию, и местные службы начали помогать. Конечно же, я подал в суд и сразу выиграл апелляционный суд. Там было шесть пунктов. Вот только по одному пункту я выиграл апелляционный суд. Казахстан вместе с прокуратурой Парижа подали касацию, и полтора года лоббировали, били со мной, и снова вернули дело в первую инстанцию. Вот вчера было как раз судебное заседание, и мы выдвинули требования, чтобы часть претензий, которые выдвигает Казахстан, сразу ушли в Конституционный совет. Сразу ушли. Потому что это противоречит Конституции Франции. Вот какого уровня борьба идет. То есть мы здесь боремся не только государственными службами, типа прокуратуры Парижа. Мы фактически опять апеллируем Конституции Франции. И вот вчера была такая баталия. Мы не знаем, какое будет решение суда. Будем ждать. Но, что называется, я не арестован. Меня не посадили. И по этим обвинениям не смогут. Я сейчас хотел бы в этой связи пояснить следующее. Сразу хочу сказать. Я получил 24 тысячи евро за последнюю неделю. В качестве поддержки от вас, уважаемые друзья. Я объявил, что мне нужно хотя бы 100 тысяч евро, потому что адвокатам я должен до 85 тысяч евро. И вот часть людей откликнулась. Переводили по 5 евро, по 1000 тенге, кто-то больше. Были люди, которые переводили тысячами. Я очень благодарен вам, уважаемые друзья. Собрано 24 тысячи евро. Мне нужно адвокатам заплатить хотя бы 100 тысяч евро. Я хочу сказать следующее. Вот вы у меня, допустим, спрашиваете, каким образом теперь будет суд разворачиваться. Когда будет решение, что они будут делать и так далее. Это работает следующим образом. Если я выиграю, как в прошлый раз, апелляционный суд, то прокуратура Парижа совместно с казахским названием БТА-банк, это Кенес Ракшев, взятие Магалиты Смагабетов, они подадут кассационную жалобу, напишут свои аргументы, и мои адвокаты должны написать свои аргументы. То есть в любом случае, если я выиграю, то следующий этап это кассации, и мои адвокаты должны работать. Но чтобы они работали, я должен заплатить им суммарно хотя бы 100 тысяч евро. А у меня долг 185 тысяч евро. Поэтому я, уважаемые друзья, прошу продолжить вашу поддержку. Мне надо собрать вот хотя бы эти остаток 76 тысяч евро, чтобы мои адвокаты продолжили работу. Субтитры создавал DimaTorzok